Директива об адекватной минимальной зарплате в ЕС повышает планку минималки и выдвигает на первый план коллективные договоры. Зачем же дело стало? Поговорим об этом студии. У нас в гостях экс-министр труда и здравоохранения, бывший лидер эстонских профсоюзов Пеп Петерсон. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что нашли возможность прийти к нам в студию. Итак, почти два года прошло с момента принятия евродирективы. В тот момент вы были министром труда. А что изменилось к лучшему для работников с тех пор? Конечно, эта директива не действует пока в том мысли, что у нас есть время, когда мы это как бы... Ее внедрим, да? То есть она обязательно к исполнению, она принята, но на самом деле еще мы вырабатываем план по внедрению. Но тут некоторые договоренности уже есть. Я знаю, что работатели и профсоюзы уже договорились насчет минимальной заработной платы. Как-то в свое время мы говорили об этом, что минимальная заработная плата была только 30% от среднего. И до этого, как мы получили 40% от среднего. Дошло 20 лет. Теперь план от 40 до 50. От средней и до 60 от медианной. Мы, в принципе, близки уже от этих евростандартов. Тут мы движемся уже в течение 5 лет. Это и будет таким образом. Так что потихоньку, шаг за шагом. Но это в плане, что уже как-то в 2029 году уже этот директив будет соблюдено. То есть в 2029 году в Эстонии минимальная зарплата будет адекватна, согласно директиве, да? Да. Тут работатели не были совсем готовы так быстро идти на это. Но они как-то поняли, что вот никак не избегаешь. Плюс еще тоже правительство в этот раз имели свое влияние. Тут и социальные демократы от одной стороны, а тоже и премьер-министр Каякала сам позвонил работателям, что, пожалуйста, надо все-таки договориться об этом. И вот поэтому я скажу, что есть план, каким образом и вот как-то точно у нас этот пункт будет соблюден. Да, это требование. Минимальная зарплата не менее 60% от медианной или не менее 50% от средней, оно чуть ли не вписано в Кационное соглашение. Как-то там упоминается. Это немножко странно было, как мы скажем, что, скажем, в северных странах правительство не вмешивает себя в таких вещах. В Эстонии тоже это как бы мы двигаемся в ту сторону, что это как бы правительство не решает такие вопросы, а это социальные партнеры. Договариваются профсоюзы и работодатели. Но если они не смогут, то политическая ответственность на правительство. Это как бы карант все-таки будет, правительство будет карантом того, что вообще эти переговоры есть и договоренности отсюда придут. Ну, вроде бы дело сдвинулось с мертвой точки. А почему все-таки Эстония в аутсайдерах? ЕС по минималке. Ну, к аутсайдерам я отношу всех, у кого минималка менее 1000 евро. Получается, что это достаточно много этих стран. Кипр, Португалия, Мальта, Литва, Латвия, Эстония, Греция, Польша, Чехия, Словакия, Хорватия, Румыния, Венгрия и Болгария. Но, опять же, мы отстаем от той же Словении, Испании, где минимальная зарплата уже от 1000 до 1500. Ну и не говорю уже о Люксембурге, почти 2500, а в Германии около 2000. Я тут должен сказать, что мы только начинали с пункта, где сегодня находится Куба. В Кубе средняя зарплата в месяц 30 евро. Вы имеете в виду острый Куб? Мы начинали оттуда тоже в 90-х годах. Вот оттуда просто пришли. Раньше мы знали, что и Чехия была лучше у нас, и Югославия все равно была лучше у нас, все были лучше, и Португалия, Испания, все. Сегодня мы уже поймали и Кипр, и Португалию, так что мы двигаемся быстро, но это как бы историческое все-таки, это дорога длинная была. Так что поэтому оптимистически, что действительно у нас получается прийти к среднему в Европе, но не на уровне, скажем, Луксембурга, как все, все это уже давно-давно. Но Германия уже может быть когда-нибудь реальна. Значит, главная надежда у нас на договоренности профсоюзов и работодателей. Опять же, именно поэтому нужны коллективные договоры. И вот одно из основных требований этой директивы, что 80% всех работников должны быть покрыты коллективными договорами. На данный момент у нас всего 20% работников имеют такие договоры. Что происходит, почему такая большая вилка, и как мы это требование выполним? Тут опять это как бы вопрос исторический. Просто ввести восточную Европу, проблема в том, что это как бы доверие, и тоже это как бы привычка иметь эти договоры, уже это как бы такого не было. Был раз в советское время кое-что, но все знали, что это шутка была. Строить эту систему, которая в Скандинавии действует уже 150 лет, снова как бы строить тут, и все это как бы обе стороны доверяли. Это займет немножко времени. Мы уже двигались очень много к тому сторону, где находятся сегодня наши партнеры в северных странах. Но еще есть куда идти. Просто доверие в обществе такого не хватает. Вы имеете в виду доверие к профсоюзам? Профсоюзы не популярны. Это вообще в обществе доверие меньше. Это значит, что есть доверие меньше к работателям, есть меньше доверие к профсоюзам. Почему у нас так непопулярны профсоюзы, при том, что есть проблемы, которые именно профсоюзы должны решать? Вот я думаю, что тоже мы это как бы, что я видел. И если профсоюз действует на уровне Европы, люди наши тоже доверяют. Самое лучшее как бы и торговленности, и тоже те больше членов от части всех, часть опорщих в профсоюзах, это у нас медициня. Медициня и еще общественный транспорт. ТОБИТЛТ, говорят там сильные коллективные договоры. Потому что они видели, что это действительно действует, они доверяют сильный профсоюз, и они готовы тоже. Все эстонцы, которые идут работать в Финляндию, они свободно идут тоже. Они доверяют финских профсоюзов, и есть в Эстонии тоже профсоюзы, которых доверяют. Так что это очень много зависит от того, как поступает. И тоже не только то, что вот это может быть кто-нибудь из профсоюзов себя берет это в руках, и начинают кое-что делать, а нужна тоже поддержка от правительства. И вот об этом мы и говорили. А правительство у нас, как правило, на стороне работодателей. Это зависит, кто это там есть. Когда были центристы, скажем, Ратас, Танненкик, они поддерживали очень много профсоюзов, и в это время развивалось тоже, это как бы диалог, это стало намного лучше. Но теперь перспектива есть на все-таки правительство. Тоже это как бы поддерживали. На ближайшие три года у нас будет. Даже во время... Я был тоже это как бы в кабинете «Карагалас». Это тоже поддерживали, как бы двигались быстро дальше. Так что это возможно тоже во время реформирования делать. Это зависит, кто там есть. Скажем, не все понимают, как это делать. Есть некоторые усилия, которые хотят этого делать, и некоторые, которые и хотят, и умеют этого делать. Коллективные договоры, они касаются только тех отраслей, где работает очень много людей. Или, в принципе, не имеет значения, большая это отрасль или небольшое предприятие? Скажем, где у нас есть? Есть медицина. Медицина, транспорт. Да, эти договоры есть и работают, но больше нигде не работают. Есть горняки, есть учителя, есть много. Следующие к теме, я вижу, что министр хочет заключить тоже коллективный договор для всех. Это тоже точное образование. Учителя, но там много проблем и препятствий. Там вопрос о том, что это как бы работатели, которые действительно работатели для учителей, это самоуправление, не чувствуют себя. Они просто не доверяют ни правительства, ни профессионалов, никого. И они просто сейчас не готовы дать свою подпись. Я вижу, что министр хорошо работает, преподавательство хорошо работает. Будет это тем, когда они готовы тоже подписать этот коллективный договор. И очень огромная отрасль будет покрыта. А следующий у нас уже там, это некоторые контакты у нас были с торговлей. Там очень много людей. Да, сфера торговли, конечно. По-моему, там 50 тысяч людей работают. Просто вопрос о том, какие есть стимули для работателей. Ну вот, кстати, о стимулах, которые помогли бы сдвинуть дело с мертвой точки. Реально ли, например, ограничить допуск компании, где нет работников коллективных договоров, тем же гостендером и госпомощи? Такие предложения звучали, когда директиву принимали? Это одна возможность. Есть другая тоже. Чего хотят сегодня наши работатели больше всего? Это кипкость в отношениях рабочих, насчет рабочей времени, насчет разных вопросов. И вот тут будет ли эта кипкость для всех просто так? Или будет ли эта кипкость через точные этих коллективных договоров? Что вот это будет и кипкость, и эффективность. С одной стороны, рабочие получают свою гарантию насчет зарплат через опять коллективные договоры. Так что тут это, если есть интерес к чему-то, есть интерес там, это как бы задвинуть эти... А если интереса нет, как и дело сдвинуть в этой точке? Я могу сказать, что просто министры или правительство должны это как бы задвинуть в этой интересе. Ага, то есть оказывать политическое давление в таком случае нужно, чтобы сдвинуть дело с мертвой точки. Не просто это давление, конечно, тоже было бы хорошо, но это как бы тоже помощь. Потому что я вижу, что вот просто привычки такой, иметь такое мысление, во-первых, и потом иметь переговоры, и как бы действительно прийти к подписям, это длинный путь. Это возможно, мы этого видели, это возможно делать. Да, но тут же может стоять вопрос, как сочетаются права работников с возможностями предпринимателей, да? Тут самый важный момент, что это как бы имидж работателей такое, что вот я хочу все деньги себе, и все эти как бы рабочие должны жить просто так. Имидж рабочих, это то, что они хотят все деньги, или просто они хотят все деньги для себя, а совсем неинтересно, как работатели будут это как бы зарабатывать. Реально то, что рабочие хотят работать и зарабатывать хорошие деньги, и получат повышение, следующее 10, 20, 30 лет. Они точно знают, что работатели будут с ними, это как бы еще 40 лет может. И вот наши работатели начали тоже понимать, что у них очереди нет, они с этими людьми должны это как бы... Работать. Работать. Это зарабатывать деньги. Поэтому я думаю, что сегодня они больше понимают, что без друг друга они никак, это значит, что решения должны быть совместно сделаны. И вот тут переговоры, это как бы калькуляция, все эти как бы планы. Конечно, всегда, когда это повышение зарплаты, это кое-что надо менять в экономике, что возможно менять. Это уже тоже надо поговорить. А на общеевропейском уровне эти проблемы решаются быстрее? Не очень. Это как бы... У меня это было тоже в одно время какая-то иллюзия, что все это в Скандинаве, все это как бы солнце светит, все ярко. Я точно знаю, что, например, когда Хакас Кэн, который имел тут Рокфер-Лиха комбинат, я знаю, что они в Финляндии работали по одному, в Эстонии по другому. Почему в Финляндии они таким образом работали? Потому что они все время имели давление от профсоюзов. Без давления никак. Это значит, что там тоже не ярко. Без того, что оба стороны были сильными, такого как бы ситуации, как вы говорите, это как бы баланс просто невозможный. Поэтому мы должны поддерживать и профсоюзов, и работа, если они готовы балансировать свои интересы. Хорошо сказали, обе стороны должны быть сильными, но говорить о том, что наши профсоюзы сильны, конечно, преждевременно, если речь идет об Эстонии. Есть сильные профсоюзы в Эстонии. Да, но опять же, мы не будем те две отрасли упоминать, где уже работают коллективные договоры достаточно давно и успешно. Но это всего 20%. И вот охват коллективными договорами у нас застыл на этой цифре. 20% и все. Все-таки вот как довести его до 80% не совсем понятно. Тут были эти вопросы, что действительно, если на гостендере участвуют, получаются пункты, такое уже в Эстонии были, в общественном транспорте, практизировали это уже. Действительно, они в Европе этого как бы предлагают. Второе, то, что действительно смотреть, какая регуляция. Мы знаем, что очень тонкое, это вообще трудовое право в Инландии, в Италии. У нас намного больше. Должно ли быть таким, это закон такой. Или могли бы просто сказать, что мы это как бы нормально общаемся и найдем общий выход. Вот это таким образом. И вот тогда уже в отраслях мы могли бы и найти этот общий язык. И люди готовы бы... Я вижу, что после меня уже готовы как бы принимать решение, что да, действительно, например, есть один законопроект, где они будут менять законы трудовых договоров для того, чтобы действительно, если ты ученик или студент, ты можешь как бы свободный график работать без того, как обычно, что вот в начале месяца получаешь график на целый год, у тебя там целый месяц, у тебя там поле ставка или сколько часов точно. А вот тут просто скажут, что я готов работать, меня вызывают, а мне это как бы подходит. Я тебе просто скажу, что я в это не могу. Такая гибкость будет. Это должно больше запретить через того, что вот имеют переговоры работатели, которые сами каждый день занимаются, и рабочие, которые очень точно знают тоже эти вопросы или проблемы в отрасли. Подытоживая наш разговор, все-таки что помогло бы реализовать директиву в Эстонии, и как сделать так, чтобы профсоюзы, их голос был бы слышен, поскольку сейчас вот эта директива дует своим ветром им в паруса. У нас в костях были тоже, скажем, специалисты с северных стран, и тоже с Европы. Например, тот человек, который был за всех этих директивов, бывший генеральный секретарь профсоюзов Европы, Лука Византини, он предлагал итальянскую систему, что действительно оба стороны получают тоже какие-то, скажем, за это как бы за то, что они имеют такие сложные переговоры, они тоже получают какие-то, скажем, средства, чтобы они могли бы оплатить заплату специалистам, которые действительно устала, могли бы умно договориться. То есть предусмотреть систему различных бонусов для тех, кто участвует в переговорах. Таких вариантов есть. Какие точно в Эстонии будут использовать, это скоро узнаем, потому что я знаю, что Европа ждет план действий в Эстонии. Придется отчитываться перед Еврокомиссией. Они это как бы ждут, и тут правительство одно не может действовать. Я знаю, что уже в мое время начали говорить об этом, какой у нас этот план есть. Я точно не знаю. Уверен, что это как бы... Ведь мы и по сей день говорят. Я уверен, что этот план будет. И это будет от всех сторон это как бы балансировано. А штрафы за невыполнение директивы предусмотрены, и кто их будет платить, правительство или работодатели? Да, мы слышим, что в директивах, если не забыдаешь, будут там, это, не знаю, миллионы, миллиарды. Но в этот раз тут никаких штрафов нет. Поэтому тут как мы это как бы перед срока уже выполняем этот пункт, что минимальная заработная плата будет 50% от среднего. Это мы без... Перед срока уже это как бы будем выполняем. По коллективным договорам мы точно 80% не нагоним. Скажем, что директива даст нам как бы цель и профсоюзам, и социальдемократам, и центристам, куда это как бы... Двигаться. Двигаться. И если есть, скажем, политическая как бы... Политическая... Воля. Воля, тогда мы можем быстрее двигаться к той стороне. Спасибо вам за этот комментарий. А мне остается напомнить, что сегодня у нас в гостях был экс-министр труда и здравоохранения, бывший лидер Центрального союза профсоюзов Эстонии Пеп Петерсон. Благодарю за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова